МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский, в студии Гульнур Жакен. Сегодня выпуски. Необходимо, чтобы каждый житель области понял и принял пять социальных инициатив президента. В наш регион с рабочим визитом прибыла группа депутатов Машлиса и Сената парламента. Карагандинская область будет производить свой собственный бензин. В областном Акимате рассказали о строительстве нефтеперерабатывающего завода в поселке Атасу. В кинотеатре торгового дома Таир вспыхнул пожар. Все эвакуированы, возгорание ликвидировано. В одном из крупных торговых объектов провели тактические учения. Комитет Сената парламента по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам в полном составе посетил Карагандинскую область. В программе визита сенаторов запланированы многочисленные встречи с властями и активистами региона. Первым с народными избранниками встретился Аким области Ерлан Кушанов. Разъяснение пяти социальных инициатив президента Казахстана Назарбаева – такова главная цель визитов в Карагандинскую область группы депутатов Машлиса и Сената парламента. Глава региона Ерлан Кушанов отметил, что в полном составе наш регион посетили члены комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам. И это символично, поскольку исполнение социальных инициатив потребует изменения некоторых норм законодательства. Мы понимаем, что инициативы главы государства коснутся практически каждого жителя нашей области. Поэтому люди должны знать, через какие механизмы будут они реализованы, какие законодательные подкрепления будут приниматься и как будут решаться вопросы финансирования по этой инициативе. Тем более, в скором времени будут уточнения республиканского бюджета, законодательные инициативы на сегодня рассматриваются в парламенте. Я думаю, все эти вопросы населения, жителей нашей области, так же, как и всей республики, ждут разъяснения и дополнительной информации. Глава области также отметил, что жители Карагандинской области, как никто другие, обрадовались этим инициативам, поскольку затрагивается важный вопрос – газификация Центрального Казахстана. Достаточно сказать только о газопроводе, который мы ждали, население нашей области, десятилетиями. И на сегодня это была мечта. И эта мечта, благодаря инициативе главы государства, она на сегодня будет реализована. Столичные гости отметили, что пять социальных инициатив главы государства – это не просто желание президента, это конкретная социальная программа с реальными задачами и четкими индикаторами, внушительным финансированием и обозримыми сроками выполнения. В целом она ориентирована на решение проблем наименее защищенных слоев населения, заявили депутаты. Это не просто инициативы, это четкие, конкретные расчеты, источники финансирования, механизмы реализации, распределение полномочий, ответственности и самое главное – включение массы людей, заинтересованных в решении этих вопросов, в эти процессы. Поэтому на сегодняшний день создано, практически предполагается, по дорожной карте правительства, по реализации этих инициатив главы государства, предполагается порядка 15 законов. Программа визита депутатов довольно насыщенная. Народные избранники намерены встретиться со студентами и профессорско-преподавательским составом карагандинских вузов, а также встретиться с общественностью в регионах области. Андрей Тенжа, Сулан Макубеков, Андрей Тимофеев, Первый карагандинский. В Караганде будут перерабатывать до 1 миллиона тонн нефти в год. О строительстве малотоннажного нефтеперерабатывающего завода сообщили на специальной пресс-конференции. Новое предприятие создаст 800 новых рабочих мест. Для рабочих в поселке Атасу построят жилой городок с торговым центром и спорткомплексом. На строительство малотоннажного нефтеперерабатывающего завода планируется потратить 300 миллиардов тенге. Реализацию проекта осуществят в течение трех лет. Эти и другие детали обсудили на совещании, которое прошло под председательством главы региона Ерлана Кошанова. Так, к 2021 году в Карагандинской области появится 26 заправок и множество объектов придорожного сервиса. Инвестором проекта выступила сингапурская компания Airway. Инвестор Агунандан Баласубраманьян рассказал о том, почему выбор пал на Казахстан. Мы всегда мыслим глобально. В настоящее время во всем мире происходят перемены. Россия находится под давлением США. Китай хочет стать страной номер один. В Индии и Бразилии тоже свои проблемы. Поэтому мы решили не вкладывать в развивающиеся страны. Нашу компанию привлекает Азия. Хотя бы по той простой причине, что здесь проживает половина всего человечества. Казахстан находится в сердце Азии. Здесь очень стабильное развитие и есть все для того, чтобы осуществить наши многочисленные проекты. Новый нефтеперерабатывающий завод будет построен на территории поселка Атасу. 800 работников завода будут жить в жилом городке, который построят непосредственно для них. Проектная мощность нового предприятия – 1 миллион тонн нефти в год. Из них 450 тысяч тонн составит бензин, а 350 тысяч тонн – дизельное топливо. Следует отметить, что на заводе будет использован непривычный для Казахстана вид переработки нефти – гидрокрекинг. Это относительно молодая технология, позволяющая получить больше качественного бензина. Примечательным является и месторождение сырья. Его будут транспортировать не с запада, а с севера, а точнее из Новонеженки, что находится в Костанайской области. В рамках сотрудничества компания «Блайхан» и «Эрвейв» в Карагандинской области появятся социально значимые объекты. Сингапурские инвесторы уделяют огромное внимание улучшению качества жизни простого народа. Также их волнует вопрос привлечения туристов в Казахстан. Представители обеих компаний выразили надежду на то, что их сотрудничество будет долгим и плодотворным. Торжан Лянова, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. В первой половине дня в торговом доме «Таир» произошел пожар в кинотеатре на третьем этаже. Благодаря действиям сотрудников все посетители и работники были благополучно эвакуированы. Департамент по чрезвычайным ситуациям провел учебно-тактические учения. За основу сценария взят пожар, который произошел в российском Кемерово, где погибли 64 человека. «Таир» «Посетители и работники многочисленных бутиков торгового дома «Таир» не спеша покидают здание. Спасатели в недоумении, звучит пожарная тревога, на слуху еще гибель людей в Кемерово, а карагандинцы не торопятся спасать свои жизни. Забегая вперед, скажем, что в целом спасатели оценили степень подготовки сотрудников торгового центра удовлетворительно. И тому есть объяснение о времени проведения учений все были предупреждены заранее. «Все как положено, так все и сделано. Проявилась эвакуация. Вывели людей, вывели посетителей, покупателей с отделов. Все произошло без шума. Люди вышли. Все были предупреждены по этой тревоге. Поэтому все быстро, все как положено произошло». «Слава Богу, у нас все сработала. Сигнализация, радиорубка. Полностью всех оповестили. Все спокойно собрались и вышли все к выходу. Охрана, администрация, все выводили людей через выходы. Выходов у нас достаточно. Боковые, главные, задние входы. Все открытые были. Люди спокойно вышли. Сейчас ждем пожарных». Но даже такие учения принесут немалую пользу, считают пожарные. По замыслу организаторов учений, произошел пожар в кинозале на третьем этаже. Администрация торгового объекта включила систему оповещения и пожаротушения. Пожару был присвоен третий повышенный ранг. В департаменте по чрезвычайным ситуациям не случайно выбрали торговый центр «Таир». Здание сложной конструкции с большим количеством людей является объектом повышенной пожарной опасности. «Данные объекты у нас ежегодно проверяются в плане пожарной безопасности. Также параллельно проводятся пожарно-тактические занятия. У нас по области нашей помимо данного объекта 171 объект. На всех таких объектах у нас проводятся такие мероприятия. В этот год запланированные все мероприятия на первое полугодие и на второе полугодие в соответствии с указанием Генеральной прокуратуры будут проведены с сегодняшнего дня в течение трех месяцев. Так что все объекты будут подвергнуты проверке». Руководство торгового дома заявило, что объект готов противостоять пожарам. Система оповещения работает стабильно, персонал знает свои обязанности. Что касается кинотеатров и развлекательных заведений на верхних этажах, то и здесь все предусмотрено, рассказал заместитель директора торгового дома. «У нас два развлекательных комплекса. Один находится на четвертом этаже, один на втором этаже. Но они у нас все оборудованы эвакуационными выходами отдельно, то есть выходами на улицу, с окнами, не попадая в зал. То есть выход сразу идет с сафари-парка, с развлекательного комплекса, с кинотеатров, в частности кинотеатре два выхода эвакуационных. И там по планам эвакуации происходит эвакуация людей. В ходе учения пожарные осуществили подачу лафетного ствола из люльки пожарной автолестницы. Отработали поиск и спасение людей в кинотеатре. Всего в учениях были задействованы 72 человека личного состава и 16 единиц техники. Посетители и продавцы с улыбкой наблюдали за ходом учений. Втайне надеясь, что эти навыки им никогда не пригодятся в реальной жизни. Андрей Теншел, Карыл Тенбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Благодаря бдительности карагандинских полицейских удалось спасти более 50 человек из горящего автобуса. Как сообщает пресс-служба областного ДВД, инспекторы Мурат Нурмаганбетов и Жасулан Игенов несли службу на трассе Алматы-Екатеринбург. Во время патрулирования на 816-м километре автодороги им навстречу двигался автобус марки «Неоплан». Полицейские заметили, что у автобуса сзади вырывается пламя. Стражи порядка остановили автобус и вывели из него пассажиров. Всех людей позже пересадили в другой автобус. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Продолжаем выпуск. Семилетняя карагандинка нуждается в помощи. Нурдана Ахметова страдает от нейропатии малоберцового нерва. Девочка перенесла две операции, однако лечение, назначенное отечественными врачами, не приносит результатов. Единственной надеждой семьи является дорогостоящая операция в Южной Корее. Спортом. Спортом? Какой вид спорта тебе интересен? Все. Все? Семилетняя Нурдана стеснительно рассказывает о своем желании заниматься спортом. Вот только осуществление этой мечты пока невозможно. Уже много лет девочка живет с диагнозом нейропатия малоберцового нерва. Сложное медицинское название означает лишь то, что левая нога девочки хромает, а по ночам Нурдана не может спать из-за острых болей. В последнее время девочку беспокоит и правая нога, ведь при ходьбе вся нагрузка приходится именно на нее. По словам мамы девочки, в Астане Нурдане сделали две операции, но состояние девочки только ухудшилось. Родители нашли клинику в Южной Корее, где опытные врачи смогут исцелить девочку, но для операции требуется 25 тысяч долларов. Такой суммы у семьи нет. Помочь Нурдане не могут и благотворительные организации. Просят, чтобы должна быть бумага, что Казахстан бессилен. Но Казахстан не отказывается от нас. Мы ездили в ту же, где мы оперировались. Они сказали, можем прооперировать еще раз. Но я думаю, если два раза неудачно, в третий раз это будет чревато. Думаю, боюсь за ребенка. Потому что делают операцию на нерв. А это такой тонкий нерв. Я боюсь, что его если повредят, то все. Казахстанские врачи утверждают, что диагноз не точен. Маленькой карагандинке прописали массаж, лечебно-физическую культуру и физиолечение. Однако все эти меры дают лишь кратковременный результат. Родители Нурдана беспокоятся, что их дочка может остаться калекой на всю жизнь. Чтобы добиться ее выздоровления, они готовы сделать все возможное. Хочется использовать все возможности. Если все возможно и невозможно, чтобы завтра ответить. Сказать, мы старались. Нурдана старше из трех дочерей. Единственным кормильцем семьи является ее папа. Девочка получает инвалидное пособие в размере 69 тысяч тенге в месяц. Однако, по словам мамы, этих денег едва хватает на курс иглотерапии и массажа. Семья очень надеется, что найдутся неравнодушные люди, готовые помочь осуществить мечту девочки. Иметь здоровые ноги и заниматься спортивной гимнастикой. В Караганде почтили память известного журналиста, сатирика, преподавателя Мартпека Токмурза. Во Дворце культуры горняков собрались его ученики и коллеги. В ходе вечера гостям был показан видеоролик о жизни Мартпека Маркентайлу. Современники и коллеги известного журналиста выступили с речью, поделившись своими воспоминаниями о том, каким человеком был Мартпек Токмурза. Мартпека Токмурза закончил факультет журналистики Казахского национального университета имени Аль-Фараби. Его трудовой путь начался на телеканале ТАНГ. Его голос радовал слушателей казахского радио и радио Азатток. Позже Мартпека Токмурза вел многие ток-шоу, затрагивая острые социальные темы. Последние годы своей жизни журналист посвятил преподавательской деятельности. В стенах Карагандинского государственного университета Мартпек Микентайлу проработал несколько лет, обучая молодое поколение тонкостям журналистики. Мартпек занимал особое место в жизни своего аула, рода и страны. Он был очень великодушным и щедрым человеком. Любил помогать обездоленным. Я желаю, чтобы его никогда не забывали. Мартпек Токмурза был не только хорошим журналистом, но и талантливым писателем. Многие из его работ в жанре сатиры неоднократно публиковались в республиканских изданиях. Коллеги Мартпека Микентайла отмечают, что он не раз подвергался давлению со стороны властей за передачи, в которых откровенно говорил обо всех проблемах общества. Однако никто не смог воспрепятствовать журналисту, который был предан своему делу и народу. Новое независимое государство нуждалось в новых парадигмах и новых идеях. Власти часто шли против Мартпека. Поступали звонки, срывали эфиры. Но в то же время в Мартпеке нуждались. Потому что в тот момент в стране не хватало идеологов. По словам коллег, во времена Мартпека Микентайла особой активностью отличалась молодежь региона. Общими усилиями в библиотеке имени Жаика Бектурова открылся молодежный художественный клуб «Бота». Благодаря Мартпеку Микентайлу в Караганде появился первый казахоязычный сайт. Журналист уделял пристальное внимание развитию государственного языка на просторах сети. Также журналисту принадлежит идея праздновать День влюбленных по Закурпеш-Баян-Сулу 15 апреля. Помимо этого, Мартпек Микентайла непрестанно говорил о необходимости создания детских каналов, чтобы воспитывать молодое поколение в лучших традициях казахского народа. На всех пресс-конференциях Мартпек выступал с докладами о необходимости создания телеканалов для детей и молодежи. Его усилиями открылся телеканал «Балапан». Позже он выступал за то, чтобы открыть телеканал «Жастар». Мартпек Микентайлу был дальновидным человеком. Ни для кого не секрет, что молодежные каналы не приносят прибыли. Однако Мартпек верил в то, что в будущем его старания окупятся. Мартпек Тухмарза пришел на свет в 1968 году. В 2010 году он скончался от тяжелой болезни. За столь короткую жизнь он успел воплотить в жизнь свои идеи и планы. За ним остались супруга, два сына и множество благодарных учеников, готовых продолжать путь талантливого писателя и гордости карагандинского телевидения. Товжан Лянова, Жаслан Макубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинских полицейских проверяют на знание казахского языка. В областном департаменте внутренних дел пройдет масштабная проверка на знание языка. Об этом рассказал заместитель начальника ДВД Ардах Антыхпаев в ходе рабочего семинара по вопросам государственного языка. Сдавать экзамен по казахскому языку будут сотрудники Департамента внутренних дел Карагандинской области. Бесплатные тестирования на базе КАЗ-теста по обучению казахскому языку смогут пройти все желающие. Планируется, что КАЗ-тест сдадут политические госслужащие, сотрудники полиции, органов прокуратуры, квази-государственного сектора, а также журналисты государственных СМИ. Предполагается, что свои знания проверит около 600 сотрудников Карагандинской области. Президент Казахстана Нурсултан Азарбаев особо отметил в послании народу четвертый приоритет – улучшение качества человеческого капитала. Казахский язык сохранит свою доминирующую позицию. Большое внимание будет уделяться его дальнейшему развитию во всех сферах, в том числе в правоохранительных органах. КАЗ-тест – это система оценки уровня владения государственным языком гражданами Республики Казахстан. На сегодняшний день во всех регионах страны определение уровня владения казахским языком осуществляется путем тестирования. Для объективной оценки языковых знаний на первое место ставится качество тестовых заданий. В семинаре приняли участие представители Акимата, Управления по развитию языков, а также департаментов подведомственных МВД в Карагандинской области. Мирамгуль Салкимбаева, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев. Первый карагандинский. Карагандинский футбольный клуб «Шахтер» в матче третьего тура премьер-лиги сыграл в ничью с Талдыкурганским ЖТСУ 1-1. Встреча прошла в столице на стадионе «Астана-арена», поскольку традиционно к началу нового сезона карагандинский стадион не готов к работе. Стало уже традицией, что свои первые домашние игры сезона карагандинские футболисты проводят везде, только не в Караганде. Как обычно, стадион «Шахтер» не готов к работе. Но в этот раз неготовым оказался и резервный стадион «Металлург» в Темиртау. Так что и «Шахтер», и «Талдыкурганский ЖТСУ» играли в равном положении. И все же, по прогнозам специалистов, «Шахтер» имел чуть больше шансов на успех, чем их соперники. В первом тайме команды обменивались опасными атаками, но долгое время никому не удавалось открыть счет. Перед уходом на перерыв в ходе быстрой контратаки Марат Шахметов отдал отличный пас Александру Мигунову. Украинский легионер обыграл вратаря, после чего отдал голевой пас на Сергея Шафа, который и поразил ворота «Талдыкурганцев». 1-0. Однако удержать минимальное преимущество каргандинцам не удалось. На 80-й минуте игры Олег Хромцов точно сыграл головой после навеса партнера. В итоге судья зафиксировал ничейный результат 1-1. «Наверное, надо признать, что при том количестве моментов, которые имели как одна, так и другая команда, наверное, большего ожидать не стоило. Мы использовали свой момент, соперник свой. В конце у нас был, наверное, неплохой. Домера Каеша еще с мастерством, конечно, надо решать такие моменты. Ну, а так, после перерыва игол в раздевалку и после перерыва несколько подгол нас смутил. Сработала психология держать весь второй тайм на удержании счета, но это неправильно. Надо пытаться развивать свой успех». Таким образом, на сегодня в активе карагандинцев 4 очка. Следующий матч «Шахтер» проведет 7 апреля. Соперником выступит Петропавловский клуб «Козылжар-СК». Андрей Тайна, Андрей Тимофеев, 1-й карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман-Сау Волокс, даже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова